ощущение что хорошо что остался жив бруклин продакшн представляет приветствую всех любителей влажного классического бритья на канале опасная бритва бруклин продакшн меня зовут павел и сегодня будет бритье обзор все как мы любим и с новой бритвой которая первый раз будет у меня на использование а также будет новый гель современный который мы ели на распаковке так что сегодня ожидается интересное приятное бритье я надеюсь без сюрпризов так что для начала хотел бы уже по вновь сложившейся традиции предложить подписаться на мой канал всем тем кто еще не успел подписаться еще одна новость наконец-то мой канал набрал определенное количество подписчиков и теперь все просмотры на телефоне а каждый просмотр будет сниматься с вашего лицкого счета 1 доллар и поступать на ютюбовский аккаунт какая-то часть денег будет как говорится капать мне но основная масса будет идти на youtube тем самым как-то будет развиваться канал таким тоже образом интересная новость работает только на телефонах на компьютере такая все еще бесплатно каждый просмотр один доллар снимается по курсу переводится но самое главное что первые 4-6 секунд если вы смотрите это видео то как бы бесплатно вдруг вы туда зашли а если вы продолжаете смотреть соответственно уже ваши деньги уплыли к тому обзорщику который вы смотрите если вы случайно попались поэтому смотреть внимательно если уже смотрите смотрите уже не надо выключать так ребята сегодня будет интересная бритвочка вот такой вот футур копия немецкого футура назовем этот китайский клон футуреныш как назвал один подписчик на моем канале в комментариях футуреныш да футуреныш самое оно ему подходит красиво красиво сделан практически очень похож на оригинал так что сегодня попробуем как в бритье будет есть очень хорошие отзывы я сегодня этот футуреныш зарядил лезвиями астра зелеными вот такими вот надеюсь все будет замечательно такие лезвия предсказуемо хорошие первое бритье во всяком случае острые мягкие удачные и поставили его на четвертую позицию вот так вот видно да на четвертую позицию посмотрим начнем сегодня первое испытание четвертой позиции как быстрее бритье так хорошо должен пока если еще один предмет аксессуар это будет гель для бритья компании ремей вот такого замечательный гель вот в такой упаковке вы видели его на распаковке вот такой вид имеет прозрачный с небольшим таким красивым оттенком сегодня первый раз будем использовать его видите абсолютно новый бар не знаю как и что и почему будем следовать всем рекомендациям кто не видел распаковку этого геля я оставлю ссылочку в описании к этому видео там будет более подробно рассказано но интересный такой вариант травл такой закрывается защищается от окружающей среды и посмотрим сегодня как он в действии будет так для такого бритья нам всего лишь понадобится намочить лицо хорошо намочить лицо потому что все таки это наше лицо моё лицо и лучше его хорошо намочить на всякий случай а гель будет создавать тот слой защищающий кожу от лезвия и позволяющий лезвию скользить и тем самым сбривать щетину но еще одной особенностью геля сказано то что он приподнимает щетину как бы дает лучшие условия возможность для того чтобы бритва сбривала щетину которая приподнялась при поднимании щетины мы не увидим наверное скорее всего но посмотрим действия действия сегодня станок в средней агрессивности мягкое лезвие острое так что думаю должно все реально получится хорошо но и в принципе все еще одна из особенностей вот этого геля он должен заменить и пришив и мыло для бритья и автошив потому что как заявляют производители этот гель после него кожа мягкая шелковистая в общем все очень должно быть пройти красиво и все как нам нравится как говорится из оперы важного классического бритья традиционных но современное средство которое как я предполагаю больше сделано для ленивых что просто нанести по амбиции забыть это дело и не делать из этого какое-то чудо мы посмотрим сегодня это современное чудо еще раз повторюсь чтобы дальше как-то оценить возможность как она будет работать или не будет работать или он может предназначен только для бритья ног или каких-то других частей тела что там где кожа более грубая и все-таки лицо я считаю более нежная кожа идет и совсем немножко другие критерии все одно дело брить голову или еще что-нибудь выделяется так что ребята давайте сейчас нам очень хорошо лицо и посмотрим как все это будет выдохнули ну щетина стала шелковистая влажная не будем утирать кожу где наш гель красавчик так как написано намочить этот гель теплой водой замочили и такими круговыми движениями наносим на те места на которые будем брить гель прозрачный особо не виден вот у меня щетина такая серьезная для этого геля и поэтому он даже чуть ли не начинает взбиваться прямо на щетине как щетка щетина как щетка вот хорошо прошелся по щетине я думаю даже больше чем достаточно сегодня не будем использовать мазки все будем делать как задумано автором данного мыла хорошо наш станочек сейчас его намочим четвертая позиция среднее бритье я предполагаю ну что ребята поехали посмотрим футурионыш в действии китайские с лезвиями посмотрим хорошо шкряпает как говорится тоже хорошо чувствуется немного неприятный звук от такого шкряпания идет но чистенько получается классно я себе даже позволю более длинные проходы очень хорошо промывается с бритой щетина попадает в эти пенотводы смотрите здесь такие огромные пенотводы и тем самым собирается ну что рассказать пока очень и очень здорово так классно получается радует присутствует на коже как я видел в рекламном ролике гель наносится потом водой он хорошо смывается то есть если вы хотите пройтись по этому участку еще раз да достаточно хорошо смывается вот я руку специально попробовал то лучше еще раз нанести этот гель прямо так ну что давайте еще раз попробуем ну здорово сбривает хорошо и мне нравится что еще раз повторюсь что сбритая щетина остается в этом вот пенозаборнике таком вот там где для всех для сбритой щетина ну что какая-то вещь какая-то и тем самым никуда не ляпает очень легко так хорошо ну прекрасно так четко по крайней мере все очень здорово одна вещь которая мне не нравится что-то что-то сбрилось быстренько нанесем и продолжим наше облитье так хорошо наша бритвочка промыли шея сбритая щетина если брать вот эту бритву несмотря на гель на все вот эти вот защитные свойства которые защищают нашу кожу вот бритва как-то бреет неприятно вот неприятно бреет какое-то такое шуршание непонятно нездоровое и чувствуется на коже вот нету такого плавающего вы знаете даже я убрился в предыдущем бритье жилет техом помните на ручке Игоря Сгурского так неощутимо было там был физер он прошелся здесь чувствуется и шуршание и какое-то ну сбривает хорошо четко и остро но неприятные ощущения не знаю почему хорошо под своим весом тяжелый станочек да отлично прошелся что-то где-то начухалось так еще раз смочим усы так мне кажется гель такой плотненький не надо было столько его намазывать сейчас попробуем еще чуть-чуть вот так да не надо было столько его наносить но как бы уже большим плотным слоем вот если бы опасная бритва она бы так щип и прошлась бы а все-таки лезвие есть лезвие станок есть станок гель получается он не так быстро смывается как пена и немножечко забивается немножко дергает ус да ну практически в ноль в первом проходит для тех кто вырывает слова из контекста в первом проходит так ну что что я могу сказать первое впечатление по гелю хорошее только единственное что нужно когда ты греешься вот реально показывали в видеоролике что лучше всего чтобы лицо было как можно больше увлажнено то есть постоянно как бы чтобы вода попадала тогда он будет хорошо смываться не будет застывать формула сейчас мы теплую водичку отрабываем он хорошо смывается так замечательно в принципе у как бы щетина ну я думаю что можно даже не наносить его и вполне пройтись во втором проходике вот уже зачищающее ну да шикарно все проходится очень хорошо у кого есть жировая прослойка на лице тем большой плюс получается что бритва имеет возможность как бы проходиться вот так вот с небольшим нажимом выбривать и тут же проходиться я лучше сейчас вот интересное бритье я как бы гель находится на лице ну немножечко уважнил его и и блеешься спокойной душой так здорово какие-то покраснения на коже мы тут организовались и не знаю чего так тут неизбритая щетина грубовато идет лезвие грубовато может зависит именно от этого лезвия как шуршит на коже это не очень приятно но сам факт то что лезвие достаточно остро бреет не отнять не добавить так ну что ну остались одни усы ну остались одни усы так усы это замечательно немножко пройдемся более чувствительная кожа там находится так что-то здесь мне не нравится значит надо вот эта краснота сейчас я попробую немножечко ауни там убрать для того чтобы ауни тоже нападает вот так вот да был унит он конечно немножечко приукрасит цвета кожа начинает на него тоже реагировать но в то же время он останавливает кровотечение какие-то покраснения он как бы положительно на это влияет будем к этому так относиться и наши усы наши усы ну вот так ух как шо я себе разобрав так ну в принципе усы пройдены так еще возле носика добрелка небольшая вот так чтобы все очень красиво ну сегодня у нас конечно травматично получилось в принципе в принципе уже есть определенные выводы по всему этому действию сейчас я умываю лицо и продолжим замечательно ощущение что хорошо что остался жив так ну что я вижу покраснение пошли сейчас мы это дело уберем где наш лунитик выпал целый кусок ауни это вот уже сколько лет один кусочек надо уже в другой будет брать что вам сказать смешанные чувства по поводу по поводу геля для бритья вот так хорошо пусть поработает а я попробую выставить свое мнение для начала станочек станочек у нас сегодня был первый раз в использовании с лезвиями астра четвертая позиция в принципе по идее должен быть хорошо но неприятные ощущения от бритья были вызваны не знаю чем может быть углом вот этим вот гапом заданным четвертой позиции может лезвия какие-то не очень попались хорошие брили они четко понятно немного посносили какие-то вещи небольшое покраснение просто на камеру очень сильно видно такое ужасно красное в жизни оно не такое и плюс еще ну как бы первое использование этого станка то есть опять же таки это китайская копия всегда запоминает если китайская копия это не значит что станок будет точно такой же как немецкий производитель допустим сделал Merkur Futur если мы взяли Merkur Futur вот тогда там есть копия вернее там есть оригинал там есть параметры там есть стандарт там есть госты какие-то по которым завод выпускает китайцы выпускают похожий станок похожий очень красивый чистенький похожий но вот сегодня было так и не знаю как при футур опять все таки если бы мы имели футур можно было сравнить эти железы в футуре и сказать как они на себя но сегодня в копии именно было таким образом что мы ожидаем всегда от китайских копий подделок или чего-то еще дай бог повезет что было хорошо вот это всегда мы ожидаем от вещей которые стоят недорого которые являются копиями подделками или каким-либо еще изделием который напоминает какой-то оригинальный фирменный продукт это всегда вы запомните когда вы пользуетесь такими вещами повезло вам вам нравится вам очень повезло ваш сосед купил не повезло ну значит это нормально потому что китайцы есть китайцы так не будем сбивать вот эту штуку пытаться сейчас просто я помог красиво интересная идея интересная идея с гелем интересно вы видите все шеи красные от интереса лезвия бритвы как бы гель рабочий гель рабочий но как мне кажется это не для лица это может быть использован этот гель для подбревки для тех кто дома сам выравнивает бороду для тех кто делает контуры мы спокойно достали провели и выровняли контуры для всего лица вот с такой вот оброслостью вот сегодня было это очень травматично ощутимо но лезвие вот еще раз повторюсь вот такая связка вот с этим станком и лезвие было очень чисто и достойно сказать что понравилась такая вот формула сказать что понравилась такая вот идея понравилась реализация геля самогул гель в принципе требует большой влаги чтобы он не застывал на бритве между вот вот этот вот промежуток который называется гапом это расстояние между лезвием и нижней плитой вот этот вот зазор который обеспечивает агрессивное плитье или не агрессивное плитье вот в этом зазоре застает этот гель и нужно постоянно держать лицо увлажненное то есть как вы знаете репамы не зря у них показывает что кто то что то бреет и постоянно чуть ли не вода еще то он сбривает вот тогда вот он будет шикарно он тут же смывается он тут же смывается с бритвой той же одноразовой кассетника потому что кассетник забьется вообще тут большой гап а кассетник забьется в 10 раз быстрее это касается лица допустим если кто бреет голову я думаю там немножечко может кожа погрубее немножко другие параметры всего и думаю будет очень здорово попробовать можно им пользоваться действительно можно им пользоваться и очень хорошо а если кто то хочет брать в путешествие очень удобно закрыли закрыли и горе не знаем то есть есть достаточно много мест на человеке которые мы бреем которые не требуют такого танца с бубнами с этим вот смывом пеной ну просто нанесли в подмышке да побрели и все очень замечательно я думаю для подмышек вот это самое но будет тоже имеет значение ну так что вот такое вот сегодня вот сказали вот ощущение то что они сказали а вот кстати надо аунит смыть сейчас смою аунитик секунду аунитик смыли достаточно то когда вы передержите на лице сам по себе он начинает сковывать кожу и неприятно когда стекает вот такой горький привкус что еще сказать по гелю мы решили гель на любителях гель для определенных целей не очень как мне кажется для бритья вот именно лица полноразмерного когда у вас оброслость большая если там какую-то небольшую щетину он пойдет побрить щетину кассетник побрели забыли современное бритье это такие хэштеги для поиска этого геля как говорится потому что по-другому назвать а когда большая щетина она имеет наброслость она имеет какие-то свои критерии к забреванию вы уже знаете как это работает и тем самым как бы не очень комфортно хотя побрила сейчас шикарно не смотря на то что где-то что-то зацепилось это я думаю все проблемы самого лезвия или бритвы или черт знает чего одно дело мы выставляем вот эту агрессивность агрессивность вот четверочка да из шести четыре из шести но мы же не знаем какая точность вот этого вот самого деления и насколько может это четыре по футуру а шесть по не наоборот четыре по китайскому а шесть по футуру в зависимости от того что у них станок при изготовлении вот этой китайской копии чуть-чуть сбился а может быть все замечательно и сегодня просто если вот так не зашло во всяком случае чисто побрила тут как говорится и бабки не ходить и мы видим все что на лице находится очень хорошо мне нравится в этом плане побрила но интересно что где-то какие-то красные точки вот это вот не нравится может быть связано с гелем тоже потому что гель сам по себе приобретает если его не смочить вовремя такую твердую структуру но я уже повторяюсь я заметил так что ребята сегодня было вот такое плетье понравилось оно не понравилось терпимо я скажу терпимо но во всяком случае мы посмотрели что есть как есть и почему гель преподносится как заменяющий пришив мыло и автошив действительно после него кожа становится мягкая хорошая для кого кожа позволяет с небольшой обросностью можно заканчивать может еще раз умыться и в путь дорогу на работу или отдыхать выдохнули попробовали и будем наверное в бриду и счастье тела хорошо сегодня было вот такое бритье я надеюсь вам понравились выводы понравилось описание понравилось само видео как было так было как говорится все камера показала с до новых встреч пока так быстренько ели ели но наш автошир никто не отменял так быстренько 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 о хорошо о вот это вот по нашему спиртовым восьончиком еще пройтись о кожа реально становится хорошая очень мягкая становится и от какой-то микрофоры которая могла попасть с окружающей среды вот обеззараживать я лично считаю что очень здорово это необходимо спиртовой автошейф это необходимо кому кожа не позволяет тот пользуется не спиртовым но как говорится многое чего теряет так что ребята вот такое вот сегодня было бритье не забываем ставить лайки подписываться на канал все будет интересно все новое так что нас ждут много-много интересных вещей на распаковке в пробе и все остальное до новых встреч увидимся на канале пока спасибо за просмотр и и со на